Ark Survival Evolved Это невероятно интересная игра. Даже тем, кто не фанатеет о динозавриков, но получает удовольствие от хардкорного интересного выживания, игра 100% зайдёт. А по моему нескромному мнению, Ark это лучшая игра в этом жанре. Любой, кто хоть раз головой играл в Ark, будет со мной согласен. Никакие Форесты, Расты даже в сравнение не идут. Но всё равно множество игроков забрасывает Ark, не наиграв в нём даже 100 часов. Есть разные причины, но как по мне, есть одна самая распространённая и важная причина, почему новичок не продолжает играть в Ark и забрасывает игру. Где играть? Я имею в виду, на каком сервере, ведь их существует огромное множество, и у новичков просто разбегаются глаза. PvP сервера, PvE сервера, Offline Rate Protection, маленькие драйбы, куча разных карт, что выбрать-то? Я играю в Ark с самого его появления. Впервые я делал видос по Ark еще в 2015 году, и кажется, я могу ответить на этот вопрос. Важный дисклеймер. Это видео не относится к супер-хардкорным игрокам, которые в первый же день выживания крафтят себе тех-броню. Вы и так всё прекрасно для себя знаете. Это видео я записываю исключительно для новичков и для тех, кто до сих пор не может определиться. Итак, начнём с того, что выбирает большинство, а именно PvP сервера. Ты заходишь в меню, выбираешь себе подходящий PvP сервер, карту и создаёшь персонажа. Всё стандартно, собираешь ресурсы, строишь себе уютный домик, выходишь из игры, а на утро заходишь и видишь, что твоего домика уже нет, потому что какому-то свирепому дяде сервера он не понравился. Ты расстраиваешься, но всё же находишь в себе силы и пытаешься начать играть снова. На этот раз ты, очевидно, будешь учитывать свои предыдущие ошибки и найдёшь себе супер-скрытое место для базы. Где-нибудь в водопаде, или за деревом, или между скал, где тебя точно не найдут. Ага, точно. И вот, ты снова сделал себе домик, выходишь из игры, а на утро заходишь и видишь, что твой дом снова уничтожили. На этом моменте многие уже отваливаются из игры, а некоторые другие, которым был и я, пытаются выживать дальше. И давай на секундочку пофантазируем. У тебя получилось, ты сделал себе базу, уничтожил все другие базы на сервере. У тебя большой дом, есть турели, динозавры, на которых ты тратил десятки часов своего времени, и ты со спокойной душой выходишь из игры. А на утро заходишь обратно и видишь, что твой дом снова уничтожен. Дело в том, что на любом официальном сервере арка есть обелиски, и с помощью этих обелисков можно телепортироваться на другие сервера. И абсолютно не важно, сколько человек на сервере играет, пусть там онлайн два человека, и ты уверен в том, что второй тебя точно не зарейдит. Но в любом случае, когда-нибудь, какой-нибудь рандом с другого сервера, решит пролететь на своем моногарме пятисотого уровня по твоему серверу, и случайно заметит твой дом, который все равно будет уничтожен, рано или поздно. На этом моменте игрок обычно решает. Все, с меня хватит, я больше не буду себя мучить, и пойду играть на ПВЕ сервере, где нельзя разрушать чужие постройки. И вот ты заходишь, спавнишься и появляешься внутри чужой базы, из которой ты никак не можешь выйти, и разрушить ее тоже ты не можешь. Долго бегаешь, чтобы потратить весь запас еды, воды, и в конце концов умереть и заспавниться в другом месте. Ты идешь и видишь огромные замки, или просто огромные уродливые постройки, которые никак нельзя сломать. Но ты продолжаешь двигаться дальше, и находишь уютное, свободное место для своего дома. Ты строишь себе домик, выходишь из игры, а на утро заходишь и видишь, что возле твоего дома какой-то другой игрок сделал соломину огромную уродливую постройку. А ты, например, в этом месте планировал сделать себе ферму. Все, ты не сможешь больше сделать там ферму. Отныне там будет стоять эта огромная соломиная уродливая постройка. Но ты забиваешь на это болт, и решаешь пойти добыть железо. Прибегаешь на спам железа, а там постройка. Захотел пойти в пещеру, там постройка. Захотел поплыть до другого острова, а там тоже постройка. Не знаю, как другим, но я просто не смог играть на таком сервере. Это еще более ужасно, чем пвп-сервер, где тебя постоянно рейдят. Следующий этап, обычно, это когда игрок уже не выдерживает и перестает играть в арк. Но я так не сделал. Я решил сделать свой собственный сервер, где бы мы играли с моими друзьями. Чтобы карта была пустая, не было никаких уродливых построек, чтобы нас не зарейдили, и чтобы мы делали то, что мы хотим. И знаешь, поначалу было очень даже круто и интересно, но в какой-то момент все это наскучило. Все-таки арк это онлайн игра, и когда ты достигаешь минимального уровня развития, когда тебя уже не может убить каждый встречный динозавр, тебе просто становится скучно и одиноко. Потому что ты один в огромном мире, и ты знаешь, что здесь никого никогда не будет, кроме тебя самого. Некоторым, может быть, это и по кайфу, но не мне. Я начал дальше рассуждать и понял, что ПВЕ сервера я сразу отметаю, по причинам, которые я писал выше. ПВП сервер тоже точно не для меня, потому что контролировать игру там невозможно. У тебя может быть все шикарно, но как только ты не зайдешь в игру пару дней, и потом решишь вернуться, твоей базы уже ничего не останется в любом случае. В этом и есть решение. Я понял, что каждый раз, когда меня рейдили, меня рейдили в оффлайне. Когда я не был в игре, когда я не мог зайти и дать отпор уродам, которые хотят сломать мой дом. И я вспомнил про оффлайн рейд протекшн сервера. Это такие же официальные сервера арка, где ты можешь разрушать чужие постройки, но только если владелец этих построек в сети. А если он не будет в сети слишком долго, его постройки сами разрушатся. Это идеальный выбор. Обычно на таких серверах карта не сильно заселенная. Есть огромное множество свободных мест. Никакие пещеры и спавны полезных ресурсов не застроены. Ну, потому что игроки понимают, что если они так сделают, их 100% за рейд. Но в то же время, когда ты выходишь из игры, ты можешь быть спокойным за свою базу и за своих динозавров, любимых. Как по мне, это лучшее решение. Так что, если ты еще не определился, советую играть именно на таких серверах. Вот, в общем-то, и все, что я понял за долгие 6 лет игры в VAR. Я понимаю, что мои рассуждения не подойдут для каждого игрока. Все играют по-разному и по-разному получают удовольствие. Возможно, некоторым нравится каждый раз заходить в игру и начинать все сначала, когда тебя в очередной раз зарейдили. Кому-то нравится играть в одиночку, а кому-то нравится играть на PvE сервере. Представить даже себе не могу такого человека, которому нравится играть на сервере, где вообще все застроено, и ты просто даже хайп пройти нигде не можешь, потому что везде что-то построено. На таких серверах играют еще больше уродов, чем даже на PvP серверах, потому что на PvP серверах там просто люди уничтожают постройки, а на PvE серверах какой-нибудь крутой большой трайб застраивает всю карту какими-нибудь столбами, из-за которых ты просто не можешь нигде построиться, потому что ты не можешь строить постройки рядом с чужими постройками. Так игра работает. В любом случае тебе решать, как и где играть, но если ты послушал мой рассказ и ты во многом со мной согласен, то пожалуйста действуй по моей тактике, не трать время впустую. Чтобы это понять, у меня ушло много-много лет. Я понимаю, что это можно было сделать и быстрее, но вот я немножечко тупой, поэтому спустя только 6 лет понял, на каком сервере я хочу играть в арк. И сейчас, да, я играю на одном из таких серверов и получаю удовольствие. Наконец-то, наконец-то. И даже если меня когда-нибудь зарейдят, меня зарейдят на моих глазах, и мне не будет обидно, потому что я хотя бы увижу в глаза своих обидчиков, потому что все предыдущие разы меня рейдили, пока я спал. Напиши в комментариях, играешь ли ты в арка и что ты думаешь по этому поводу. Ну и там, лайк поставь на канал, подпишись, если хочешь. Ну всё, пока. Хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok